в банке Минатеп. Одно время она была совладельцей крахмально-пасочного завода на Блянске и предприятия «Ибить крахмал-патока». Сейчас она остается участником компании «Прогресс-Б», которая занимается добычей нефти и природного газа. В начале нашей программы я упоминала о ближайших друзьях и сотрудниках Владислава Суркова, Василия Кименко, Никите Иванова и других. Несколько слов стоит сказать о семье Костина. Константин Костин знаком с Сурковым с 1991 года. Они вместе работали в рекламной сфере. Как и Сурков, Костин был тесно связан с группами Минатепа Михаила Ходорковского. После Костин стал советником Владислава Суркова, в 2005 году заместителем председателя ЦИК партии «Единая Россия», где отвечал за пропаганду, а с 2008 года заместителем главы управления внутренней политики администрации президента. А с сентября 2011 года стал руководителем того же управления. По данным СМИ, он занимался публичной дискредитацией КПРФ, ФБП и других оппозиционных партий, а также лично владельца группы Минатеп Михаила Ходорковского и других своих бывших коллег по работе. Супруга Константина Костина, Ольга Костина, в 1994-1995 годах работала советником Ходорковского по общественной связи. Затем она работала в мэрии Москвы. В 1998 году у квартиры Ольги Костиной взорвалась бомба. Расследование, базировавшее в показаниях данных Костиной, спустя несколько лет стало одной из важных составляющих уголовных дел, возбужденных в отношении сотрудников Михаила Ходорковского. На основании показаний Костины в 2007 году глава отдела внутренней экономической безопасности ЮКОСА Алексей Пичугин, а в 2008-м вице-президент ЮКОСА Леонид Невкин были приговорены к пожизненному заключению, в том числе за покушение на Костина. Показания против ЮКОСА не прошли даром. В 2000-м году Костина стала членом консультативного совета при ФСБ России, затем советником директора ФСБ на общественных началах, затем она стала членом общественной палаты, а в сентябре 2011 года Костина возглавила общественный совет при управлении МВД Москвы. В декабре 2011 года Владислав Сурков покинул должность заместителя главы администрации президента и формального демиурга политической системы России. В интервью Интерфаксу он заявил, что давно пришлось о переходе на другую работу. Он перешел правительство подкурировать вопросы модернизации. Тема модернизации хороша тем, что никто на самом деле не знает, что это такое. Как сказал один мой знакомый, Сурков стал вице-премьером по сомнительным вопросам. Как или иначе, но Сурков остается внутри системы. И может даже показаться, что Сурков это навечно, навсегда. Сурков это навсегда. Посмотрим.